Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите тележурнал Кузбасский Ковчег. Сегодня в нашей программе. В рубрике «Храмы Кузбасса» мы расскажем о главном соборе Кузбасской митрополии, который отмечает в этом году 20-летие со дня своего освящения. В Ленинске-Кузнецком установлен главный купол на строящуюся церковь Иверской иконы Божьей Матери. 2016-й юбилейный. Знаменский собор в этом году отмечает серьезную дату. Два десятилетия назад в Кемерове произошло поистине историческое событие. В декабре 96-го в областном центре осветили главный собор Кемеровской епархии. Сегодня, когда смотришь на кадры хроники, невольно соглашаешься с поэтом. Большое действительно видится на расстоянии. Мы стояли на коленях, на земле замерзшей, в чистом, будем говорить, поле, вот здесь, и молились Божьей Матери. Не имея никаких средств, никаких спонсоров, никакого будущего, молились, чтобы Божья Матерь сподобила нас построить храм. Храм построен. И если бы мне сказали, даже в сне, даже в фантазии, даже в каких-то размышлениях, невозможно было представить, что это все произойдет. Наш собор стал первым за Уралом, построенным с таким размахом после десятилетий гонений на церковь. Он появился вовновь созданный по решению Священного Синода Русской Православной Церкви Кемеровской епархии. И это стало глотком духовной свободы для верующих Кузбасса. История Знаменского прихода началась в далеком 1947 году с небольшой деревянной Знаменской церкви, которая стояла на месте сквера у нынешнего здания администрации Центрального района. В связи с очередным витком борьбы с религией в декабре 60-го церковь снесли, а прихожанам приходилось ездить на богослужение в единственный в городе Никольский храм. В это время я пришла в церковь, можно сказать. Как раз вот это открытие, стройка, вот это все было. Мы сюда ездили из деревни, уделения не было у нас, с храма, и мы сюда ездили. Это большое значение имеет в моей жизни. Вера началась с этого. Возможность создать новый знаменский приход появилась только через три десятилетия. В 89-м город выделил земельный участок в полтора гектара на месте бывшего вещевого рынка. Под временный храм купили половину частного дома, где на Пасху отслужили первую литургию. Приходы в то время в области были, но многие из них в архитектурном смысле церквями не являлись. Богослужения совершались в бывших столовых, магазинах, домах культуры. На знаменском приходе тем временем в декабре 90-го года осветили вновь построенный крестильный храм в честь векомученика Георгия Победоносца. А на Пасху 92-го впервые над городом раздался колокольный звон. Колокола тогда разместили на опоре лэб, приспособленный под звонницу. Ты же иногда, когда мимо идешь, все равно раз заходишь мимо, идешь, заходишь и помолишься. Станешься на маленькой спокойной на душе. Очень благодарен. Благодарю все строительство, которое все на глазах от самого фундамента и до как все это возводилось. Все это было, когда колокольня еще была железная такая, ну как бы сказать, не было колокольня. Колокола еще не здесь были, а отдельно они стояли. Временно управление Кемеровской епархией было поручено епископу Томскому Сафронию, викарию Новосибирской епархии. В октябре 93-го года епископ Сафроний решением Священного Синода окончательно был утвержден в занимаемой должности. Благословение Священным Синодом Русской Православной Церкви создание Кемеровской епархии стало стимулом до скорейшего завершения возведения Главного Собора епархии. Когда пришли к выводу, что надо забивать свай, проект делать, тогда уже конструктор представил нам 900 свай забивать на этот собор, потому что никогда храмы такие не строились, чтобы это было на века. Чертежи были у фундамента, и 900 свай мы изыскивали, забивали. Ну и отсюда уже была возможность потом уже сделать вместо 30 заявленных метров высоты уже в 60 метров высоты. На протяжении трех лет Святейший Патриарх Московский Евсея Руси Алексий II не оставлял без внимания ход строительства. Первый визит состоялся 15 сентября 93-го года. Я рад краткому молитвенному общению со всеми вами, дорогие мои братья и сестры. Вы несете здесь, на просторах Сибири, свое служение, свой жизненный подвиг. Я хочу напомнить вам слова великого апостола Павла, который говорит «Братья, стойте в вере, мужайтесь, укрепляйтесь, вся вам любовью добывает. Храните и вы святую веру православную». «Храни вас всех, Господь!» В праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 95-го года торжественно осветили Нижний храм Знаменского кафедрального собора в честь святого равноапостольного князя Владимира. Это стало всеепархиальным праздником, на который прибыли более 150 официальных гостей. Нижний храм был техническое помещение, планировалось. Потом уже сделали сваи, пришли предложения их сделать восьмигранными. Потом пришли предложения от одного скульптора сделать консоли такие некоторые. И в целом получилось как базиличный храм в честь князя Владимира. Прямо даже эту эпоху повторяет. Когда уже дошли до верхних окон храма, тогда уже выдохлись полностью. И тогда уже стала помогать нам администрация области. После верхних окон завершения уже благодаря администрации области мы делали, благоукрашали. Вот так вот за семь лет явился Знаменский собор. Главным событием 1996 года стало освящение 26 мая святейшим патриархом Московским и всея Руси Алексеем II построенного Знаменского кафедрального собора. Самому крупному собору российского Зауралия была дана литургическая жизнь. Масштаб события можно оценить по кадрам хроники. На освящение пришло больше 10 тысяч человек. Места внутри храма всем не хватило и люди молились на улице. С того знаменательного во всех отношениях момента прошло два десятилетия. За эти годы главный храм области стал духовным и социальным центром всей епархии. Благодаря архипастерским делам и молитвам появлялись новые приходы, воскресные школы, благотворительные трапезные, молодежные, миссионерские и другие отделы епархиального управления. В 1999 году Знаменский собор был признан памятником областного значения. За 17 лет здесь прошли сотни экскурсий, гостей Кузбасса, студентов, школьников, учащихся воскресных школ. Жизнь изменилась в городе Кемерово. Люди увидели вот в этом перемену духовной жизни, свободу духовную, что не надо прятаться, потому что руководители стали в храм ходить. Ходить стали люди состоятельные, интеллигентные. И люди ориентироваться стали, друзья, у кого-то знакомые смотрят, они начали в храм ходить. Если бы не было собора, ну может быть и не было такого развития у нас в Кемерово. А потом он дал толчок, я говорю, что он дал толчок не только нам, он дал многие регионы, они уже как бы кивали. Вот, посмотрите, ну в Кемерово же сделали, значит, можно же у нас, и уже пошло строительство больших храмов. Знаковые события для жизни всей епархии произошли в 2006 году. Священный Синод под председательством Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Алексея II удовлетворил прошение архиепископа Кемеровского и Новокузнецкого Сафрония о почислении его на покой в связи с достижением 75-летнего возраста. Епископом Кемеровским и Новокузнецким был избран игумен Аристарх Смирнов. 20 августа того же года в Кафедральном соборе Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх совершил Божественную Литургию и хиротонию архимандрита Аристарха воепископа Кемеровского и Новокузнецкого. Знаменский собор сегодня – это хорошо отлаженный механизм, живой организм, который растет, развивается и совершенствуется. В начале 2015 года указом митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха, настоятелем Знаменского кафедрального собора и благочинным первого кемеровского благочиния был назначен протеерей Александр Гусаков. Одной из первых задач для меня являлось активизировать церковную жизнь, приходскую жизнь. Поэтому было принято решение о создании нескольких площадок. Первая из них – это регулярные воскресные беседы с прихожанами. Специфика собора заключается в том, что поточность людей очень большая, и не всегда мы имеем возможность ответить на те вопросы, которые волнуют людей. А проведение воскресных бесед дает возможность и обсудить вопросы церковной жизни современной, и также ответить на те вопрошения, которые имеют место у верующих и прихожан Знаменского кафедрального собора. Поэтому мы, начиная с настоятеля и заканчивая штатным священником, младшим священником, проводим регулярные беседы воскресные. Кроме того, неоднократно ко мне, как к штатному священнику, люди обращались с недоумением в том, что они не имеют возможности понимать язык богослужения. И для того, чтобы минимизировать этот диссонанс, который происходит у людей, делающих первые робкие шаги в церковь, мной было принято решение ежемесячно в субботний день совершать миссионерскую божественную литургию, в рамках которой священник имел бы возможность перед важнейшими священными действиями делать какие-то объяснения для прихожан и комментировать ход богослужения. На мой взгляд, это очень полезное нововведение, которое действительно помогает людям соприкоснуться с богослужением более глубже. Ну и, наконец, на повестке дня стоит очень важный вопрос. Он напрямую связан с храмостроительной деятельностью в Кузбасской митрополии. Как известно, по благословению митрополита Аристарха в Кемеровской епархии достаточно много приходов новых образуется, строятся храмы. Это влечет за собой и вопрос кадровый. Необходимо каждый приход обеспечить священникам. Ну и для того, чтобы эта возможность была реализована, на территории Знаменского собора создана образовательная площадка, которая называется «Пастерские курсы». Новый настоятель, продолжая традиции заботы о соборе, сделал все для того, чтобы престольный праздник встретить в обнагленном храме. 28 июля прошлого года здесь состоялось праздничное богослужение. Праздник продолжился у памятника равноапостольному князю Владимиру, который установили на территории Знаменского собора летом 2015-го. К русский дух, ведь ни в какой больше религии нет слова такого духа, при котором у нас внутри, наверное, все переворачивается, трепещет. И мы сразу так смотрим на друг друга и понимаем, что да, дух – это наше объединение, это мы вместе, это наша сила. Спасибо князю Владимиру. Спасибо князю Владимиру. В этом году Знаменский собор отмечает 20-летний юбилей с момента освящения храма. Подготовка к этому событию идет уже не первый год, и впереди еще много работы, рассказывает настоятель Александр Гусаков. Милостью Божией мы вступили в новое лето, и в 2016 году у прихода также есть определенные планы по реконструкции некоторых объектов, по ремонтным работам. И принципиально важно в текущем году после юбилейных торжеств, а таких юбилеев у нас славных будет в этом году основных два, это 20-летие со дня освящения Знаменского кафедрального собора и десятилетие со дня архиерейского служения митрополита Кемеровского и Прокопьевского аристарха. По окончанию молитвенных празднеств, этих торжеств, мы планируем закрыть верхний предел с тем, чтобы реставрировать верхнюю часть купола и подкупольного пространства. Ну и, кроме того, в настоящее время идет отливка колоколов для звонницы. Должны они быть освящены на праздник Благовещения, и мы будем надеяться на то, что в ближайшую Пасху 1 мая и священнослужители, и миряне будут иметь возможность уже позвонить в новоатлитые колокола. Хотелось бы принципиально и особенно отметить, что все эти масштабные проекты нам не удалось бы осуществить без прямой поддержки главы Кузбасской митрополии, митрополита Аристарха, без всегдашнего участия администрации Кемеровской области во главе с губернатором Аманом Гумировичем Тулеевым. Но и вне всякого сомнения хотелось бы особенно отметить наших прихожан, наш приход, которые всегда под сводами Знаменского кафедрального собора возносят свои молитвы о богохранимой стране нашей, о шахтерском нашем крае и вносят свою посильную лепту в развитие нашего замечательного прихода. Поэтому вновь и вновь хотел бы всех поблагодарить и выразить надежду на то, что наши совместные труды, они будут полезны и для членов земной церкви, но и дадут нам возможность быть причастниками жизни вечной. Дату 10 марта 2016-го многие жители Ленинска-Кузнецкого запомнят на всю жизнь. В этот солнечный весенний день храм в честь Иверской иконы Божией Матери, строящийся без малого 15 лет в районе Закамышанской больницы, вот-вот увенчается главным куполом с крестом. Чтобы все прошло благополучно, перед началом ответственной работы духовенство обращается ко Господу с просьбой благословить строителей на доброе дело. Во время он, ходящий Иисусу и в некую весть, святожий отец и прокаженный мужик, и же и старший, и здалечий, и те вознес уже глаз на горюще, Иисусе наставничал по милой нигде. Все, кто волей судьбы оказались в тот миг у подножия церкви, с трудом скрывали свои радостные чувства от ожидаемого события. Одни не могли поверить, что наконец-то и храм обретает главу, так в народе называют главный церковный купол, другие были под впечатлением от того, какой же большой и красивой получилась их церковь. Сказали, неожиданно, вот двоюродная сестра. И я вот пришла, вот такое чудо здесь, такой праздник, значимое в моей жизни. Прям вот очень понравилось. Ну, всю жизнь здесь живу. Ну, и, собственно, вот храм на вашей жизни. Ну, я как бы за парком Горького живу. И здесь вот постоянно по центральным улицам проезжаю, и вот в солнечные дни его очень хорошо видно, прямо вот светится. Сейчас, думаю, будет еще лучше, еще краше. Очень большое, великое торжество и праздник. Событие долгожданное. Оно готовилось очень долгими усилиями многих людей. Всех, кто здесь у нас живет в округе, прихожане трудились, работали. Очень напряженную работу провели рабочие. Облицовка купола. Мы долгое время очень делали сам каркас купола, по чертежам, чертежи заказывали. Главный купол изготавливался несколько месяцев. Из-за внушительных размеров, 8 на 8 метров, его облицовку с установкой трехметрового креста проводили прямо на территории храма. Сама же Иверская церковь, с учетом главного купола, станет одним из самых высоких строений в Ленинске-Кузнецком. Сам купол сейчас прибавится по высоте и крест. Поэтому, ну, я уверен, что с Невосибирской трассы, когда будут подъезжать, то можно будет, я думаю, рассмотреть даже крест и купол. Золоченую маковку весом 7 тонн пришлось поднимать на 50-метровую высоту. Такую работу смог выполнить только 160-тонный автокран, который нашелся в Кемерове. Благодаря умелым действиям строителей, вся процедура заняла всего несколько минут. Решили, что нужно помочь, и работали здесь практически с нулевой отметки. Ну, процентов 70-80 кирпичной кладки мы здесь выложили, наши рабочие. Заливали вот эти вот под купола, все основание, плиты, перекрытие, кирпичная кладка. Ну, работы достаточно много было сделано. Мне очень приятно, что сейчас вот поднимается главный центральный купол. Строительные работы еще не закончены. В ближайшем будущем предстоит установить еще 8 куполов, пристроить к храму три крыльца, возвести дополнительный ярус колокольни, выполнить отделку фасада и интерьера. Когда работы будут завершены, трехпрестольный храм «Красавец» сможет вместить для двух тысяч прихожан. Не менее радостный момент состоит и в том, что духовенство намерено подать документы на присвоение приходу статуса мужского монастыря. Благословение митрополита Кемеровского и Прокопьевского аристарха на это намерение уже имеется. Дорогие телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok